Жители поселка Екпенде на юге Казахстана перекрыли мост с требованием вернуть им пастбищные земли. Сечане уверяют, что вся округа распродана под зоны отдыха, поэтому пасти животных негде. Единственный неиспользуемый участок, который они пытались отсудить, по решению служителей Фемиды, остается у собственника. Ирина Абрамова вникала в земельный спорт. Верните пастбища, скандируют десятки жителей сразу трех аулов Тулебийского района. Когда они узнали, что единственный пустующий луг по решению суда остаются у владельца, люди рискнули перекрыть мост. По их словам, места для выпаса домашних животных в округе просто не осталось. Мы живем только за счет выращивания животных, и другой работы нет. Но теперь нам негде пасти скотину. Последний свободный участок земли выкуплен. Несмотря на наши жалобы, суд поддержал сторону предпринимателя, а мы простой народ. Председатель сельского совета Аксакалов и Сагали Медетов показывает схему, на которой пастбище поделены на сотни участков, на каждой зона отдыха. Говорит, что в распоряжении сельчан остался лишь клочок земли, но доставлять туда животных, видимо, придется вертолетом, шутит пенсионер. Когда было здесь около 300 гектаров, сейчас тут осталось в нашем распоряжении 106 гектаров было, понимаете? И то, где родники, где это, там уже все разобрано. Там заборы трехметровые страют. Негде пройти, пасти скот вот здесь, понимаете? Получается так, что... А там горы выше. И даже туда пройти невозможно. Потому что закрыто уже круговой. Районные прокуроры пытались помочь местным жителям вернуть в госсобственность 100 гектар выкупленной земли. Однако в экономическом суде встали на сторону собственника. Представитель владельца рассказал, что предприятие приобрело гигантский участок у местных властей буквально за бесценок. Бюджет было уплачено за земельный участок в размере 22 гектара около 4 миллионов 900 тенге. Я точно не могу сказать, но примерно. И за земельный участок в размере 78 гектаров под товарное сельское хозяйство около миллиона. В областной прокуратуре уверены, большинство земель распроданы незаконно. А их принудительным изъятием должны были заниматься в профильной инспекции. Проведенная проверка раскрыла факты приписок неиспользуемых участков. Руководство земельной инспекции даже подписывало официальные документы, статистические отчеты в вышестоящие свои государственные, то есть агентства по земельным ресурсам, в которых сведения были искажены и необоснованно увеличены в разы. Между тем, в Толибийской прокуратуре готовят апелляцию и все-таки попытаются вернуть так необходимые сельчанам гектары пастбищ. А местные жители прямо на мосту уже написали официальное обращение в администрацию президента с просьбой о помощи.